Война во Вьетнаме фактически началась во Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. С 1 ноября 1955 года и шла до падения Сайгона 30 апреля 1975 года. Она велась между Северным и Южным Вьетнамом. Армию Северного Вьетнама поддерживали Советский Союз, Китай и другие коммунистические союзники, а Южно-Вьетнамскую армию, Соединенные Штаты Америки, Филиппины и еще некоторые антикоммунистические государства. Одна из важнейших причин, почему США участвовали в войне, это боязнь эффекта домино. А именно, если во Вьетнаме установится коммунистический режим, то по цепочке дальше он установится в Камбодже, Лаосе и остальных соседних к ним странах. Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, часто называемый Вьетконг, прокоммунистическая организация юга страны, получавшая помощь с севера, вела против антикоммунистических сил партизанскую войну, а Народная Армия Северного Вьетнама – более широкие действия. В ходе войны роль НФО-ЮВ сокращалась, а участие Северо-Вьетнамской армии росло. Южно-Вьетнамские и американские силы планировали осуществлять атаки с воздуха. Вскоре США начали активно бомбить Северный Вьетнам. Коммунисты боролись за подчинение всей страны под своей властью, хотя в пропаганде выставляли конфликт, как войну против французских колонизаторов. Участие США возросло в начале 1960-х. Число посланных во Вьетнам американских солдат утроилось в 1961 году и еще раз утроилось в 1962. В 1965 году во Вьетнаме были развернуты регулярные военные части США. Война вскоре вышла за границы этой страны. Соседние районы Лаоса и Камбоджи были подвергнуты американским бомбардировкам. Участие США в войне достигло пика в 1968-м. В том же году коммунисты устроили свое известное ТЭЦское наступление. С его помощью не удалось добиться свержения правительства Южного Вьетнама, однако эта операция стала поворотным моментом в войне. Она показала, что амбиции Вашингтона в скорой победе не соответствуют действительности, несмотря на многолетнюю и дорогостоящую помощь Южному Вьетнаму. США начали постепенный вывод своих сухопутных войск, провозгласив политику вьетнамизации конфликта, призванную положить конец американскому участию и возложить задачу борьбы с коммунистами на самих южно-вьетнамцев. В США и во всем западном мире развилось мощное движение против войны во Вьетнаме, ставшее частью тогдашней контур-культуры. Война сильно изменила соотношение сил между восточным и западным блоками, а также отношение цивилизованного мира с третьим. Прямое военное вмешательство США закончилось 15 августа 1973 года. Захват Сайгона армии Северного Вьетнама в апреле 1975 поставил последнюю точку в войне. Северный и Южный Вьетнам объединились под коммунистическим владычеством. Война сопровождалась огромными жертвами. Оценки числа погибших вьетнамских солдат и мирных жителей варьируются от 800 тысяч до 3 миллионов. 250 тысяч камбоджийцев, 100 тысяч лаосцев и 58 тысяч американских военнослужащих также погибли в ходе конфликта. Еще 1626 тысяч человек числятся пропавшими без вести. Ну а на этом все. Пишите в комментариях, какой формат видео вам нравится больше. С диалогами и шутками или только с официальными данными и статьями. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok